Как выучить английский с математическим складом ума? Что делать, если я не гуманитарий? Всем привет! Давайте поговорим о том, справедливо ли то, что если вы не гуманитарий и у вас математический склад ума, значит вам будет сложно выучить английский. Изучающие английский очень часто пользуются этими отговорками, чтобы оправдать свои неудачи и отсутствие прогресса в освоении языка. Учителя также часто оправдывают свои неудачи негуманитарными или математическим складом ума учеников. Обычно они говорят, что язык имеет творческое начало, необъятен, неизмерим и так далее. Так ли это? Да нет, совсем наоборот. В языке есть определенная логика, модели, паттерны, правила, законы и функции. Почти как в математике. Поэтому, если мы слышим, что кто-то заявляет, что у него математический склад ума, и из-за этого сложнее учить язык, это абсолютно ерунда. Наоборот, у вас математический склад ума? Боже, как вам повезло! Поздравляю, вы гораздо быстрее и эффективнее можете учить иностранные языки. Гуманитарный склад ума будет гораздо полезнее для изучения языка там, где есть литературная, творческая составляющая. Она помогает писать более яркие сочинения, составлять диалоги и речи, но это уже, скажем так, литература. Нам совсем не обязательно ярко и красочно выражаться и украшать свою речь такими, знаете, впечатляющими стилистическими эффектами и средствами. Язык же это, в первую очередь, логика построения моделей и их тренировка, конечная цель которой всегда у нас есть доведение до подсознательного автоматического использования. Непосредственное бытовое общение гораздо ближе к теории информации и коммуникации, чем к теории литературы. А теория информации и коммуникации гораздо ближе к математике и логике. Пока вроде все понятно, но почему же опять не получается выучить язык? Почему не помогает осознание того, что логика крайне важна для изучения языка? Давайте разберем эту проблему. Дело в том, что кто-то должен показать вам эту логику в изучении языка. Или вы должны сами со временем прозреть и увидеть эту саму логику. Нам нужно много времени и усилий, и не факт, что вы сможете самостоятельно просветлиться в плане англоязычной логики. То есть все опять сводится к учителю, репетитору или какому-нибудь приложению для изучения английского языка. Давайте я объясню вам логику английского языка на определенном примере. Дело в том, что русский и английский языки – это два разных способа кодирования информации. Два разных способа мышления. На самом деле русскоязычные земляне и англоязычные земляне думают по-разному. Да-да, именно так, несмотря на то, что мы все биологически являемся Homo sapiens. Иногда русскоязычное и англоязычное мышление, конечно же, совпадает. И, соответственно, языковой код могут совпадать, да? А иногда кардинально отличаются. И здесь изучающий язык входит в стопор, матеряясь и ругая английский, говоря «Ну что за дебилизм? Неужели нельзя иначе и проще?» А нет, нельзя. Англоязычные земляне также матерятся, изучая русский язык. У них с детства сформировалось англоязычное мышление, к которому они привыкли и которое им кажется природным и простым. И главное задание изучающего английский – это сформировать в голове еще один англоязычный способ мышления и видения мира наряду с имеющимся там русскоязычным. Поначалу они будут конфликтовать, но это быстро пройдет, если подойти к этому сознательно без зубрежки. Вот пример совпадений на уровне мышления языка. Я читаю каждый день. I read every day. Но уже в вопросе к этому предложению мы заметим различия в мышлении языке. Ты читаешь каждый день? Do you read every day? Различие у нас в наличии первого элемента do – делаешь, выполняешь в английском и его отсутствие в русском. Откуда же и главное, для чего он взялся? Дело в том, что вопрос в английском, простом, настоящем времени мыслится и формируется носителями языка с помощью вспомогательного глагола to do – делать или выполнять. Задача этого вспомогательного элемента – ввести основной глагол, который не имеет времени. Основной глагол – это по сути просто название действия. А время, настоящее, выражается формой вспомогательного глагола do – то есть делаешь или выполняешь в настоящем времени. You do – ты делаешь. Do you – делаешь ли ты? Итак, посмотрим на англоязычное мышление. Ты читаешь каждый день? В англоязычном мышлении это будет звучать как Делаешь, выполняешь ли ты действия читать каждый день? В английском языке это будет Do you read every day? Этот вид настоящего времени используется для того, чтобы говорить о том, что происходит вообще, обычно, а не в конкретный момент. Поэтому вопрос мыслицы формируется по модели Делаешь ли ты вообще? Плюс название действия. Поменяйте do – делаешь на did – делал, и вы получите вопрос в простом прошедшем времени. Do you cook every day? Дословно, делаешь ли ты действия готовить каждый день? То есть, ты готовишь каждый день? Did you cook every day? Дословно, делала ли ты действия готовить каждый день? То есть, ты готовила каждый день? Название действия обозначается неопределенной формой глагола, инфинитивом без частицы to, так как он дан в словаре. Теперь попробуем трансформировать русские предложения в модель англоязычного мышления, используя те же русские слова. Ты ходишь в школу? Делаешь ли ты ходить в школу? Do you go to school? Ты работаешь по субботам? Делаешь ли ты работать по субботам? Do you work on Saturdays? Ты играешь в теннис? Делаешь ли ты играть в теннис? Do you play tennis? Для нас звучит немножко коряво, для них это просто музыка. Но что вы хотите? Это и есть взгляд на одинаковое для обеих культур действие. Это код англоязычного мышления для этого действия. И при желании в этом можно найти четкую логику. Делаешь ли ты вообще плюс действие? Или выполняешь ли ты обычно такое-то действие? Вам нужно адаптировать свое сознание еще и под англоязычный код. Код в данном случае это не слова, а алгоритмы, с помощью которых одно и то же содержание принимает форму русского или английского языка. Помните, что язык это плод человеческой деятельности. Если что-то появляется в языке, то появляется по какой-то причине, а не просто так, с бухты-барахты. И мое задание пояснить вам причину и раскрыть вам логику языка, чтобы вы поняли, почему они так говорят. Ведь понятое запоминается и высваивается в десятки раз лучше, чем зазубренный, но не понятый материал. Получается, что мы говорим на английском, используя русские слова. Но это абсолютно верно. Так легче приручить наше сознание к англоязычным моделям, чтобы поначалу не тормозить на незнакомых нам английских словах. Главное это структура или модель. Тем более, что нам в нее нужно подставить лишь только глагол без частицы to. Ходить, go, работать, work, играть, play. Как же бороться с кардинально отличающимися моделями мышления? Отвечаю, понять и простить. Ключевое здесь – понять. Прощать не обязательно. Главное – увидеть в этих моделях логику. Главное, к чему я веду, это научиться думать англоязычными моделями. Постепенно ваше сознание привыкнет к ним, и они перестанут быть для вас дебильными и чужими. Это и будет значить, что вы начали думать на английском. А говорить так, как мы думаем, гораздо легче, чем вспоминать правила, переводить в голове. Можете попробовать пообщаться на русском, включая этого англоязычного мышления. Помните, у нас всегда проблемы не со словами, а с тем, как их объединить в модель. Тем более, что для бытового общения нам нужно не более 500-600 слов, которые при желании можно выучить и закрепить за 1-2 месяца. Но учить их лучше уже в моделях, а не изолированно. Если это видео вам показалось полезным, обязательно поделитесь ссылкой и поставьте лайк. Тогда YouTube будет чаще рекомендовать видео к просмотру. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. А на сегодня все. До скорой встречи!